Доктор Закер, вы сказали, что в Коране нет ошибок. Однако я же обнаружил там более 20 ошибок, согласно арабской грамматике. Я покажу вам некоторые из них. Это говорится в Суре Ба'кара и Хадж. Что здесь правильно? Ассобиун или ссобиин? Это номер один. И номер два здесь сказано... Брат, пожалуйста, один вопрос за раз. Здесь говорится в Суре Тоха, аят 63, «Инна хадзэйни леса хирон». Это ошибка. Правильно будет «Инна хадзэйни леса хирон». Можете объяснить это? Я мог бы показать еще много ошибок. Брат, мы даем возможность задать один вопрос за раз, чтобы другие тоже могли задать свои вопросы. Поэтому один вопрос за отведенное время. Брат задал очень хороший вопрос. Я хотел бы быть снисходительной и позволить, чтобы он упомянул все 20 грамматических моментов. Я знаю книгу, на которую он ссылается, от автора Абдул-Фахади. Это Абдул-Фахади, правильно? Книга называется «Является ли Коран непогрешимым?» Да. Аль-Хамдул-Лиллах. Мое предположение верно. Знаете, я отвечу на все его 20 пунктов, потому что я прочитал эту книгу. Я отвечу на все 20, иншаллах. Пункт номер один, брат. Первый пункт, о котором вы должны знать, вся грамматика арабского языка взята из Корана. Коран – это высшая грамматическая книга с максимальным уровнем литературы и красноречия. И вся грамматика арабского языка была получена из Корана. Коран – это первооткрыватель грамматики. Коран – это основоположитель грамматики. И так как Коран – это учебник грамматики, и вся грамматика произошла из Корана, в Коране не может быть ошибки. Это первый пункт. И пункт номер два. Пункт номер два. Это как будто вы берете линейку, в которой есть принцип измерения, и вы говорите, что это измерение неправильно. Это звучит нелогично. Пункт номер три. В разных племенах Аравии, и вы знаете арабский язык, и доктор Уильям Кэмпбелл также согласится со мной. В разных арабских племенах грамматика продолжает меняться. В некоторых арабских племенах одно слово женского рода, и то же слово в другом племени мужского рода. В разных племенах грамматика продолжает меняться. И даже род какого-либо слова меняется. И ты будешь проверять Коран с подобной ошибочной грамматикой? Нет. И кроме того, поэтичность Корана наивысшего уровня. Оно непостижимого уровня. И вы знаете, есть разные книги в интернете, вы найдете 12 грамматических ошибок, 21 грамматическая ошибка, Абдул-Фахад и 20 грамматических ошибок. Вы действительно думаете, что христиане записывают эти якобы ошибки? Вы знаете, кто записывает эти ошибки? Это мусульмане. Мусульманские ученые, как Азам Ахшари. Что они сделали? Они сказали, грамматика Корана настолько высока, что это идет в разрез с общепринятым использованием арабской грамматики. То есть грамматика Корана высочайшего уровня. И чтобы доказать, что грамматика Корана была высочайшей, они привели примеры. Я приведу вам пару примеров, которые ответят на все эти 20 вопросов. Они приводят пример. Если вы прочитаете, в Коране говорится, что народ Лута, мир ему, отвергли посланника. А там упомянуто, что они отвергли всех посланников. Доктор Уильям Кэмвелл также сказал, что народ Ноя отвергли посланников. Но мы знаем из истории, что им был отправлен только один посланник. Так что это грамматическая ошибка. То есть Коран должен был сказать, что они отвергли посланника, а не посланников. Я согласен с тобой. С нашей примитивной грамматикой для нас это может показаться грамматической ошибкой, если прочитаешь книги, написанные арабами. Но знаете, в чем красота Корана? Почему Коран говорит, они отвергли посланников вместо одного посланника? Вы знаете почему? Потому что мы знаем, что основное послание всех посланников было тем же, что есть только один Бог. И они говорили о Таухиде, об Аллахе Субханаху Ва Тааля. Упоминая народ Лотта, мир ему, и народ Ноя, что они отвергли посланников, это говорит, что они отвергают Лотта, мир ему. Они косвенно отвергают всех посланников. Видите красоту? Видите красноречие? Аль-Хамду лилля. Вы можете подумать, что это ошибка. Но это не ошибка. И аналогично, некоторые люди говорят, что Коран говорит, кун фа я кун, будь и это бывает. Уместнее сказать кун фа кена, будь и это стало. Я согласен, что в прошлом времени по-рабски говорится кун фа кена, не кун фа я куну. Но кун фа я кун, это гораздо лучше. Это говорит, что Аллах может сделать в прошлом, настоящем и будущем. Спасибо вам, доктор Найк. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Это автор канала Презыв Дава. Я хочу обратиться к вам с просьбой поддержать мой канал финансово. Я хочу продолжать переводить Закера Найка и другие лекции, потому что благодаря этим лекциям много людей приходят в ислам и осознают истину. И благодаря вашей поддержке вы станете причиной для наставления людей на прямой путь. Тем самым вы поддерживаете исламский дауат. И, иншаллах, Аллах наградит вас за это. Ассаляму алейкум.